В душах тех, которые от нее зависят, он подробно рассматривает наименование Хангай, Хайерхан, указывая на то, что это названия не могут быть древними, они появились достаточно поздно и появились именно в силу религиозных чувств, которые испытывали местные жители по отношению к этим объектам. Вот почему вообще среди монголоязычных народов горы имеют обобщенные наименование Сайхан, Багдо, Хайерхан, прекрасный, святой, милостивый и так далее. Приводит пословицу, лучше быть хангайским быком, чем гобийской девушкой, поскольку окрестности Гоби не представляли большой ценности для скотоводов и об этом как раз еще будет разговор в отношении того, где свое, а где чужое. Характеристика дорог в описаниях у Ефремова чрезвычайно интересна. Он неоднократно отмечает, что автомобильные дороги современной ему Монголии, но я думаю, что там мало что изменилось, проходят по путям старых караванных троп. Но это еще не все. Он, будучи ученым близким к естественным наукам, увидел следующее, что там, где по степи многократно проходит караван, на тропе меняется растительность. Та растительность, которая характерна для степи, вытаптывается, но на ее место появляются новые растения, которые животное приносят на своих копытах и своей шерсти. Таким образом, старые дороги оказываются возможным проследить именно в силу измененного характера растительности. Только недавно, насколько я знаю, историки и археологи стали обращать внимание на данные палеоботаники и ботаники в связи с определением возраста некоторых явлений или характера освоенности местности, как мы видим вот здесь. Ефремов отмечает, что является признаками пути, дороги в монгольской степи. Это обо каменные кучи или кучи, на которых лежат какие-то предметы. Первоначально это места жертвоприношений духу-хозяину местности, которые с течением времени и с течением, так сказать, их физического роста, так что они стали заметны на местности издалека, превращаются в ориентир, указывающий близкое расположение дороги. Понятное дело, где-то не без юмора Иван Антонович отмечает, что с изменением видов транспорта характер обо меняется. Действительно, кое-где еще встречаются камни и верблюжьи кости, но поблизости к местам, где имеется постоянное население, в обо начинают попадать изношенные части машин. И таким образом эти артефакты получают совершенно иное предназначение. Ну, надо сказать, что эта тенденция, она была характерна и для русского авангардного искусства 30-х годов, что отмечается в ряде известных нам памятников. Но вот такое использование, отработавших свое детали и механизмов, им отмечается, и это довольно существенно, потому что по изменению характера обо путешествующие могли определить далеко ли до следующего населенного пункта, потому что чем ближе населенный пункт, тем больше в обо появляются металлических деталей. Понятно, все мы знаем, насколько Ефремов любил и знал Восток и его культуру, поэтому он постоянно отмечает те или иные артефакты, связанные с культурой Востока. Он отмечает, что вблизи монастырей сохраняются, причем никуда не деваются, тибетские надписи с молитвой «Ом мани пад мэ хум» и другими текстами. Что касается монастырей, он описал их примерно пять или шесть. Оказывается, он не обращает на это внимания, но по описанию видно, центральные храмы монастырей оказываются разрушенными. Но окружающие монастыри, застройка, которую представляли собой кельи лам, она сохраняется и приспосабливается к новым условиям. Там либо живут люди, либо это используется как склад, либо это используется даже как административное помещение. В одном из мест его очень взволновали старые колодцы, которые давали прекрасную, идеально чистую воду, а на краях колодцев были явно выражены, стертые от канатов места. То есть эти колодцы использовались очень длительное время. И вот почему, собственно говоря, места, где писатель и путешественник наблюдал остатки старых монастырей, были облюбованы действительно достаточно давно. И вот почему они органически вписались в изменяющихся ландшафт Монголии. На тех же местах так или иначе сохраняются поселения. Если посмотреть историю, может быть, они даже и росли. Но Новая Монголия так или иначе использовала старые монастырские строения. Иван Антонович Ефремов и его спутники не могли не интересоваться тем, что осталось на месте старых поселений, на месте старых монастырей. И он отметил, что его спутники нашли несколько книг на старомонгольском письме и на тибетском языке. Переводчик, который присутствовал в экспедиции, определил, что это один из старинных романов. Эти книги были взяты и переданы в Комитет наук Монголии. Так что, возможно, они сейчас хранятся где-то на почетном месте в каком-либо из хранилищ, имея вот такую необычную историю. Самому ему удалось найти печатную доску, с которой изготавливались ксилографы. А также ряд скульптурных изображений, которые, надо полагать, участники экспедиции разобрали себе по домам. Что еще существенно, что можно найти в описании путешествия Ефремова? Он интересовался археологическими находками. И, собственно говоря, он был первым, кто обратил внимание на археологические памятники Гоби. Его привлекло то, как древние мастера, это, видимо, уже неолит, художественно оформляли свои изделия, пользуясь цветом и рисунком камня. К эстетике у Ефремова все-таки было особое отношение, которое проявлялось даже в этом. Потографических наблюдений у Ефремова немного, но вот он в одном месте отмечает, что встретил группу дюрвютов, предводитель которой ехал на осле. Ефремов, видимо, хорошо знал культуру монголов, не только по собственным наблюдениям, но и по литературе. И вот использование осла в качестве транспортного средства в ГОБе не осталось без внимания. На страницах есть и описание юрт гобийцев, которые вели традиционное хозяйство. В одном месте мелькнуло описание белой юрты, из которой вышла нарядно одетая девушка, но это написание оказалось ни к чему не привязанным, и его очень трудно интерпретировать. В одном из мест, очевидно, на месте бывшего монастыря, Ефремов встретил тощую кошку. Этой кошке на самом деле цены нет, потому что рядом он приводит рассказ о том, почему собака и кошка не дружат. Вот собака приходит утром к хозяину, чтобы убедиться в том, что он жив, а кошка, по словам рассказчиков, приходит к хозяину, чтобы удостовериться, что хозяин еще не умер. На самом деле, вот этот сюжет о собаке и кошке – это переделка старого центрально-азиатского, который присутствует у китайцев в сюжете, почему собака и кошка друг друга не любят. Но вот мне кажется, что эта кошка была как раз потомков тех монастырских котов, которых держали в дацанах, с тем, чтобы избежать порчи священных книг мышами, о чем сюжет достаточно хорошо распространен среди народов, исповедующих гуддизм. Очень интересное наблюдение Ефремова на соотношение мест старых монастырей с окружающим пейзажем. Он пишет, что в монастырскую ауру, в монастырский окружающий ландшафт вписывались и те скалы, те части горного рельефа, которые представлялись похожими на людей или на каких-то животных. И он даже высказал такую красивую гипотезу, что архитектура буддийских монастырей имеет в своей основе вот такого рода пейзаж с природными ерофаниями, с священными объектами, напоминающие артефакты. Эта идея, в общем, не лишена интереса, потому что архаические зооморфные и антропоморфные изображения укладываются совершенно четко в три стилевые разновидности. Деревянный стиль наиболее примитивный, каменный, и он характерен для Крайнего Севера. Каменный стиль, характерный как раз для лесостепной и горной зоны, когда почитаются именно каменные ерофани, и сами изображения потом богов и сверхъестественных существ делаются именно похожими на них. И растительно-гребной стиль, который на территории России не представлен, он представлен, например, в Центральной Америке или в Юго-Восточной Азии, когда изображения очень напоминают либо деревья, либо какие-то другие виды растений, либо насыщаются соответствующими образами. У Ефремова встречаются очень поэтические описания дороги. Во-первых, дорога для него – это средство связи каких-то двух точек, двух мест, где живут люди, и люди таким образом имеют возможность перемещаться, путешествовать с одним другим. С другой стороны, удивительный совершенно образ в одном месте появляется, где на одной стороне дороги, там, где скальный массив, мы видим тибетские надписи, ну, прежде всего, это молитвенное заклинание. Другая сторона – это древние могилы. Это объект, который тоже привлекал внимание ученого. В одном месте он обнаружил несколько рунических памятников. Мне рассказывал об этом Сергей Ильич Клешторный, который был лично знаком с ученым и писателем, и как раз описаниями Ефремова где-то в своих работах даже воспользовался. Таким вот образом дорога материализуется в описаниях ученого, литератора и философа, как, с одной стороны, граница между какими-то сферами, с другой стороны, как средство связи этих самых сфер. Описаний встреч с обитателями Гоби у Ефремова немного, но одно из них достойно внимания, в частности, в рамках темы нашей конференции. Он беседовал через переводчика с одним из старых гобийцев, и его собеседник увидел, что к его родине, к его родному краю гости, один из которых монгол, а второй из которых представляет совершенно неизвестный ему народ, он увидел эту разницу и спросил у Ивана Анатольевича, откуда он родом. Иван Анатольевич объяснился, он родился под Петербургом. Это очень далеко от Монголии. Понятно, что пожилого гобийца интересовало, что же ищут люди, почему они путешествуют по Гоби, краю далеко не самому благоприятному для путешествий, да еще без сопровождения. И как раз в этом выразилось негативное отношение к старого гобийца, к монголу-переводчику, который был уроженцем совсем других мест, и который сам неуютно чувствовал себя в этих горах, в этих пустынях. А что касается Евремова, то гобийц ему сказал, потому и ходишь здесь, что любишь эту страну. То есть оказывается, что грань между своими и чужими в этих местах необыкновенно тонкой и чужой, казалось бы, человек с особым отношением к стране может стать в этой стране своим, а кто-то, казалось бы, свой, выглядит уже чужим. У Юрия Тхэу есть необыкновенная поэтичная повесть прямо в глаза, где, похоже, тема ставится. Досталось Юрию Сергеевичу Ротхэу за эту повесть, которую выставляет коренных жителей не в лучшем свете. Что касается заключения, то, конечно, очень жалко для участников нашей конференции. Я не знаю, переведена ли эта книга Анна Анатольевича Ефремова на английский язык, но среди участников, как я понимаю, довольно много людей, читающих по-русски. И я советовал бы всем эту книгу прочитать, потому что в ней можно найти для себя очень много интересного. И потом просто такая вот хорошая русская проза о путешествиях. Я не говорю о том, что молодежи, конечно, следовало читать роман «Час быка». Там очень наглядно показано, что в будущем происходит с этническими характеристиками наших современников. Чем занимаются потомки, наши дальние-дальние потомки во время отдаленного космического полета. длительного космического полета. Они играют в этничность. Кто после этого может сказать, что этничность изжила себя и требует каких-то новых пониманий? Выдающийся философ разуверил нас в этом. Спасибо. Спасибо, Алексей Алексеевич, за интересный доклад. Есть ли вопросы? Или Алексей Алексеевич, по-моему, очень подробно обо всем рассказал, что даже вопросов, скорее всего, уже и... Думаю, что да. Сейчас посмотрим, кто у нас машет. С этой стороны никто не машет. Спасибо, Алексей Алексеевич. Спасибо, Катерина Васильевна, за возможность участвовать. Спасибо.